Национальная безопасность в Казахстане должна быть обеспечена не только в обороне или внутренней политике, но и во всех других сферах. Об этом сегодня говорил Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности в Ахурде. Глава государства отметил, что принятая в прошлом году стратегия позволяет выявлять возникающие угрозы и своевременно на них реагировать. На заседании также обсуждались вопросы повышения качества социально-экономического развития Южно-Казахстанской области, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, восстановление аварийных и строительство новых школ, а также противодействие религиозному экстремизму. По итогам заседания глава государства дал центральным государственным и местным исполнительным органам ряд поручений. Недавно мы заслушали отчёт о проделанной работе правительства за прошлый год. В целом положительно оценили работу. Также были даны конкретные поручения по имеющимся проблемам и недоработкам. Теперь перед нами стоят очень большие и ответственные задачи. Для вхождения в тридцатку развитых стран необходимо много работать. Есть несколько препятствий. По мере их решения мы должны вносить коррективы в свои государственные программы. В прошлом году мы приняли программу по обеспечению безопасности в стране. Предстоит большой объём работ во всех сферах и отраслях. Поэтому сегодня мы обсудим ситуацию, узнаем, что делается в регионах. На примере Южно-Казахстанской области уже будем давать дальнейшие инструкции другим областям. За трудоустройство казахстанцев государство намерено платить рекрутинговым агентством. Об этом сегодня в Можилище сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абулкасымова во время презентации законопроекта по вопросам миграции. По её словам, норма поможет разгрузить государственные центры занятости. При этом возможность получать выплаты от государства смогут лишь те частные компании, которые имеют опыт работы, хорошее оснащение и креативные идеи в вопросе занятости. Вознаграждение будет начисляться только в том случае, если соискатель получит официальную работу с договором на длительное время. При этом сам безработный за поиск вакансий платить ничего не должен. Отмечу, что сегодня в стране существует почти 200 центров занятости и порядка 320 рекрутинговых агентств. Можилисмены поддержали главу Минтруда и одобрили законопроект в первом чтении. В законопроекте предусмотрено введение единой электронной биржи труда, расширение участия частных агентств в занятости в вопросах занятости населения и использование индивидуальных карт занятости. Одним словом, вводится ряд новшеств. Насколько вводимые новшества позволяют увеличить вовлечение самозанятого населения в продуктивную занятость? И второй вопрос, какой прогноз по охвату самозанятого населения ожидается с принятием данного закона? По нашим оценкам, вовлечение частных агентств в занятости на этот год мы сможем трудоустроить дополнительно порядка 60 тысяч человек. В этом году наш целевой показатель через электронную биржу труда трудоустроить 100 тысяч человек. В целом, помимо этих мер, у нас в этом году продолжается реализация программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства в рамках данной программы и также создаваемых рабочих мест в рамках других государственных отраслевых программ. Наш целевой индикатор на этот год – это 571 тысяч человек. Министерство труда и соцзащиты сегодня назвали самые популярные в Казахстане вакансии. Работодатели чаще всего ищут подсобных рабочих, воспитателей, водителей, уборщиков, производственных и служебных помещений, медсестер. Вакансии почти в два раза меньше, чем резюме. На электронную биржу труда за месяц их поступило более 50 тысяч. Портал yenbek.kz работает с января этого года. Помимо государственных центров занятости, к нему подключены 34 частных агентства и интернет-площадки по трудоустройству. По данным специалистов, чаще всего работу ищут жители Южно-Казахстанской области, меньше в Акмолинской, Атраусской и Магисталской областях. Через электронную биржу труда уже устроено 18 тысяч казахстанцев. Электронная биржа, биржа сам по себе термин – это спрос и предложение. То есть, когда встречается своего рода рынок, где товаром выступает рабочая сила и устанавливается равновесная цена, чем больше, условно говоря, предложений, тем более эффективно будет работать биржа. Поэтому всех приглашаем на электронную биржу труда на адрес сайта yenbek.kz. По опыту Казахстана будет создана единая электронная биржа труда на всем евразийском пространстве. Сегодня об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев. В ЕС действует договор о свободе передвижения рабочей силы между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией и Арменией. Казахстанские продукты питания на витринах торговых сетей «Урала» и «Поволжья» продвигать отечественную продукцию взялись в Челябинске. Конечная цель – открытие федеральной сети магазинов с казахстанскими товарами. Какие продукты из Казахстана пришлись по вкусу российским потребителям, выяснил Артем Грапов. Эту торговую точку с родным для казахстанцев названием в Челябинске открыли полгода назад. Товары из Казахстана практически сразу завоевали популярность у местных жителей. Сладости, колбасы, макароны, молочная продукция – все это пользуется спросом у челябинского потребителя. В магазине, который расположен в центре города, больше 500 номинований отечественных продуктов питания. Магазин сотрудничает с десятком казахстанских поставщиков. Пока в этом году ассортимент здесь хотят увеличить. Мы с удовольствием будем расширять и ищем места, чтобы у нас была сеть таких магазинов полного цикла. Чем вызвана популярность произведенной в Казахстане продукции, рассказали простые покупатели. Отличаются по вкусовым качествам. Чувствуется, что нет наличия, допустим, порошковых содержателей, каких-то чего-то еще. Действительно качественные. Но пока закон спроса и предложения здесь работает не так, как хотелось бы отечественным производителям продуктов питания. По мнению экспертов, есть две объективные причины. Любые предприятия сталкиваются с тем, что рынок уже достаточно заполнен. Это во-первых. Во-вторых, 45-50% продаж имеют федеральные торговые сети. А на них выйти очень сложно. До полгода, год, полтора года подписываются контракты. И полочное пространство в таких магазинах ограничено. Оказать содействие казахстанским производителям решили представители Уральского экономического союза. Для начала челябинские общественники займутся продвижением товаров в российских торговых сетях. Сеть магазинов в разных регионах – это наша такая конечная цель. Пока это будет склад. Уже существует этот склад, где будут храниться продукции раздельно каждого предприятия. Такие склады должны появиться пока на Урале, это, наверное, Тюмень, Екатеринбург, Пермь. В этих городах Майнтогор, Челябинск обязательно. Ну а дальше мы пойдем шире. В перспективе новая торговая сеть раскинется от Москвы до Новосибирска. Речь идет о создании совместного предприятия, где партнеры будут иметь равные доли. И здесь, по мнению челябинцев, самым важным фактором остается желание казахстанской стороны. По итогам переговоров, пока только 10 отечественных компаний, производящих мясные деликатесы, чай и кондитерские изделия, готовы стать участниками этого масштабного проекта. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг. Этугиня. Челябинск. Россия. В центре приграничного сотрудничества «Харгос» в нынешнем году планируют возвести почти 80 объектов. Расположатся они на 100 тысячах квадратных метров торгово-развлекательных площадей. Кроме города ремесленников и торговых центров, начнется строительство казахстанского аналога Диснейленда. Еще одной отличительной особенностью «Харгоса» станет масштабная цифровизация. За последние 10 лет объем инвестиций в инфраструктуру Казахстана достиг 30 миллиардов долларов США. Транспорт и логистика должны обеспечить рост казахстанской экономики, поэтому сегодня перед отраслью стоят масштабные государственные задачи. Одна из них – довести ежегодный доход от транзита грузов в 2020 году до 5 миллиардов долларов. Очередной паром из Азербайджана швартуется казахстанскому порту Хорок. Морская гавань стала еще одним выходом из Казахстана на Кавказ и в Европу. В прошлом году в порту было обработано больше миллиона тонн грузов. Отсюда на экспорт теперь идут казахстанские зерно, уголь, нефтепродукты, удобрения, химикаты и транзитные грузы из Средней Азии и Китая. Сейчас мы готовимся к отправке транзитных грузов из Китая. В основном это контейнерные перевозки. Мы тесно сотрудничаем с азербайджанскими портами. Кроме этого налаживаются контакты с иранскими и туркменскими коллегами. В прошлом году по железнодорожным магистралям через Казахстан перевезено больше 16 миллионов тонн транзитных грузов. По мнению экспертов, основной драйвер увеличения грузопотока направление Китай-Европа. На этом маршруте обеспечен двукратный рост транспортировки. Перевезено 200 тысяч контейнеров. В текущем году транзитный контейнер запланирован на уровне не менее 500 тысяч контейнеров. То есть обеспечим дальнейший рост достигнутого результата 2017 года. Такие показатели закономерные. За последние 10 лет Казахстан инвестировал в транспорт и логистику почти 30 миллиардов долларов. За этот период проложено свыше 2000 километров железных дорог. Реконструировано больше 6000 километров автодорог. До 26 миллионов тонн увеличены портовые мощности на Каспии. Реконструированы 15 аэропортов. Интенсивное развитие инфраструктуры положительно сказалось на показателях страны в международных рейтингах. С 2011 по 2017 год наша позиция по показателю качества инфраструктуры в индексе «Глобальная конкурентоспособность Всемирного экономического форума» улучшилась на 14 пунктов. Работа по устранению инфраструктурных ограничений продолжается и сегодня в рамках реализации государственной программы «Нурлыжол». По государственной программе «Нурлыжол» за последние два года построено 2000 километров автомагистрали, соединивших Астану со всеми регионами страны по лучевому принципу. Полностью завершено строительство казахстанского участка международного коридора Западной Европы-Западной Китая. В целом по программе «Нурлыжол» в текущем году реализовываются 23 проекта на общую сумму порядка 2 триллионов тенге. Данные меры, значит, к 2020 году мы планируем охват дорог в целом 4200 километров, что позволит в 2020 году улучшить состояние дорог, хорошее состояние до 90%. Решение задач по развитию транспортной логистики будет способствовать росту объемов транзита через Казахстан. К 2020 году на транзите республика сможет зарабатывать до 5 миллиардов долларов. К событиям в мире. Ситуация на Ближнем Востоке грозит ростом радикализации, заявил сегодня генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая в Совете Безопасности. Заседание посвятили урегулированию арабо-израильского конфликта, который в последнее время вошел в новую острую фазу. Представляющий на заседании в Совбезе Казахстан первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлиуберди призвал к восстановлению доверия между конфликтующими сторонами. Мы приветствуем всех участников заседания Совета Безопасности ООН и в качестве члена ООИ сразделяем обеспокоенность в отношении будущего двух государств. Позиция Казахстана по ближневосточному мирному процессу неизменна. Мы призываем стороны сохранять исторический статус Иерусалима в соответствии с ранее выработанными международными соглашениями. Делегация нашей страны поддерживает заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша об окончательном статусе Иерусалима, в котором говорится о необходимости урегулирования этого вопроса посредством прямых переговоров между двумя сторонами. Он должен быть выработан на основе соответствующих резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. ООН выражает обеспокоенность обострением ситуации в сирийской восточной Гутте. За последние сутки из-за обстрелов и авиаударов там погибло 100 человек. Организации напомнили, что в рамках соглашения заключенных в столице Казахстана этот район является зоной деэскалации и призвали страны-гаранты Астанинского соглашения добиться прекращения там военных действий. В результате осады люди вынуждены жить в экстремальных условиях. Также есть сообщение о том, что пять больниц и медицинских клиник подверглись авиаударам. Более 700 человек требуют срочной эвакуации. Мы по-прежнему призываем к беспрепятственному доступу в восточную Гутту. Министр по делам религии и гражданского общества предлагает разработать стандарты для культовых учреждений. Их деятельность не должна доставлять неудобств жителям близлежащих домов. Беспокоит главу ведомства и проблема пустующих храмов. 84 из более чем 3,5 тысяч мечетей в стране не заняты. Чтобы систематизировать этот процесс, нужно включить новые типовые правила строительства и дополнительные требования к заказчикам, добавил глава министерства. Сегодня большинство людей уже научились отличать умеренную нормальную религиозность от радикальной идеологии. Как показали опросы, 90% казахстанцев выражают устойчивое неприятие деструктивных религиозных течений. В Таразе продолжается суд по делу стекольного короля Мурадхана Тахмади. Сегодня уже допрошено около 40 свидетелей. Прояснились подробности гибели банкира Ержана Татишева. На суде стало известно, что после смерти банкира на его семью оказывалось давление. Это уже четвертое заседание суда по делу известного бизнесмена Мурадхана Тахмади. Последний полностью признал свою вину в убийстве банкира Ержана Татишева и рассказал, что получил за это от Мухтара Облязова 4 миллиона долларов США. Первые полученные 2 миллиона он потратил на выплату кредита. Скажите, вину вы у тебя признаете или нет? Да. Признаете в полном объеме? Да. Свидетелем по делу выступает на суде телохранитель Татишева Сергей Козлихин. В момент убийства он находился в автомобиле. По его словам, банкир сам был за рулем. Сергей сидел на переднем пассажирском сидении. Он услышал звук выстрела и увидел, что пуля попала в голову Татишева. Я открыл, выскочил, пуля его вытащил с машины. Я говорю, что делаешь? Я говорю, ты что делаешь? Вон, вижу, что человек начинает болезнеть такой. Сергей, ты же понимаешь, ну вот, вы словами, Сергей, ты же понимаешь. Я не хотел правильно, он мне сам дал это ружье. Я сам не понял, как нажал на спусковой. Ну, сделал выстрел. Не на спусковой, а как сделал выстрел. Он еще раз неоднократно повторялся, говорит, «Ребята, вы пейте по меня, я больше не жилет». После гибели Татишева Мухтаром Аблязовым оказывалось давление на семью банкира. По словам свидетелей, Аблязов решил завладеть акциями банка. Ценные бумаги стали причиной раздоров и в семье покойного. Супругу банкира Анна Райчанова была вынуждена покинуть страну вместе с детьми. Об этом на суде рассказала невестка Айчановой Марина Макарова. У них было четверо детей, и она, собственно говоря, занималась в основном домом, детьми. И, собственно говоря, она никогда не вникала и не интересовалась его бизнес-делами и так далее. Аннара тогда попросила своих родственников, несколько человек, и, в общем, эти компании переписали на ее людей. «Где-то в июне или в июле 2005 года она позвонила мне и сказала, что Марина, я там решила определенные дела с Мухтаром, и вот эти компании нужно будет передать человеку, который обратится к тебе к Мухтару. Ко мне позвонила Вероника Ефимова, и вот эти документы по компаниям передали ей». На сегодняшнем процессе в качестве свидетелей были допрошены телохранитель и водитель Мухтара Аблязова. В целом свои показания дали 10 человек. Дело Мурадхана Тукмади состоит из 78 томов. Свидетелями выступают около 100 человек. В предстоящих заседаниях возможно участие жены и братьев Тачишева. В итоге с Базарбаева Тимур Сеилхан. Итоги дня. Тарас. Стоимость проезда в общественном транспорте Алматы останется прежней. Об этом Аким города Баужан-Байбек заявил на отчетной встрече с населением. Она длилась больше трех часов. Самые актуальные вопросы горожан власти города взяли на контроль. В целом за прошедший год в Аким от города поступило больше 120 тысяч обращений. Две трети из них были решены на месте, остальные по мере возможности. Оскар Сергальев о том, что волнует жителей мегаполиса. Платных парковок в Алматинских дворах не будет. Владельцам же квартир, желающих избавить дворы от неместного транспорта, Аким Байбек предложил установить шлагбаумы. Прежней останется и стоимость проезда в автобусах и метро. Если бы не дотации города, поездка в подземном транспорте обошлась бы в 713 тенге. Дороже были бы и комуслуги. На их субсидирование за три года Алматы выделил 3 миллиарда тенге. Почти полтора миллиона алматинцев получают коммунальные услуги по ценам, которые сдерживаются. И над этим каждый день мы работаем. А это почти 80% населения. Если бы город не предоставлял эти субсидии, за три года потребители платили бы за тепло на 35% больше. Сегодня изношенность городских сетей составляет 63%. Поэтому в прошлом году темпы их капитального ремонта были удвоены. Реконструировано больше 700 километров сетей. Кроме этого, почти 40 тысяч жителей из присоединенных к городу районов получили доступ к горячей воде и канализации. Достичь значительного прогресса в решении неотложных задач помогла и масштабная легализация. По поручению Ельбаса стране проведена масштабная легализация. В результате в 2016 году по Алматы в экономику вовлечено имущество и денег на 3,9 триллионов тенге. Это дает нам ежегодно по 100 миллиардов тенге в виде налогов. А это конкретный результат легализации, позволяющий выполнять социальные обязательства государства. В этом году власти города планируют увеличить выделенный коридор для автобусов большой вместимости БРТ до 8,7 километров. Кроме этого, совместно с немецкой компанией планируется открытие завода по выпуску электроавтобусов третьего поколения и совместно с итальянцами запуск мусороперерабатывающего комплекса мощностью 550 тысяч тонн в год. Параллельно начнется строительство большой кольцевой автодороги, которая разгрузит город на 60 тысяч автомобилей в сутки. На встрече Аким Алматы с населением присутствовал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, который отметил важность реализации основных положений послания президента народу Казахстана. Бауржан Байбек добавил, что в настоящее время разработаны 50 проектов-драйверов развития Алматы, призванные обеспечить дальнейший рост экономики и повысить комфортность города. 20 проектов касаются транспорта, 16 цифровизаций и умных технологий, 12 спорта и энергетики, а 10 – здравоохранение. Аскар Сергалеев, Мухит Кудукпаев. Итоги дня Алматы. Далее коротко о событиях в стране в дайджесте из регионов. Шесть ДТП, в одном из которых перевернулся Пашевдышевский автобус. Итоги гололеда в Казаларде. От непогоды пострадали почти 110 человек. Улицы и дороги города после дождя и снижения температуры превратились в каток. От наледей тротуары весь день спасали коммунальные службы. Но погода справилась лучше. После потепления лед растаял. В Семее вспышка ОРВИ. Число вызовов скорой помощи в сутки возросло до 700. Одна из причин распространения вирусной инфекции – сезонные перепады температуры воздуха, говорят медики. В Западно-Казахстанской области готовятся к паводку. В регионе пока сохраняется морозная погода. Синоптики же отмечают, что высота снежного покрова на 30-80% ниже прошлогодних показателей. Однако глубина промерзшего грунта вдвое больше, чем в прошлом году. Для профилактики с борьбой с оранчой 350 тысяч гектаров южноказахстанских полей планируют обработать химикатами уже в первой декаде апреля. Реконструкция двух основных магистральных трубопроводов протяженностью около 3 км намечена в Уральске. На это выделено больше миллиарда тенге по программе Нурлежол. На сегодняшний день городские тепловые сети изношены на 52%. Коррупционных рисков в учебных заведениях Казларды все еще достаточно. Представители мониторинговой группы по итогам анализа деятельности городских колледжей и госучреждений выявили около сотни нарушений. Год мониторинга городских колледжей позволил экспертам выявить массу недочетов. Чаще всего это отсутствие открытости на вступительных экзаменах, прозрачности распределения образовательных грантов. Субъективная оценка успеваемости студентов. В 9 из 15 учебных заведений коррупционные риски оказались реально высоки. Мы выявили такие коррупционные риски, как очень большое количество сотрудников в колледжах трудится на 0,5 ставки. Естественно, многие директора объясняют это тем, что для них не хватает каких-то учебных часов, что по трудовому законодательству они не могут их уволить. При анализе мы заметили, что есть стандарты, есть такие документы, которые друг другу противоречат. Это, конечно, проблема, которая должна решаться на уровне министерства образования. Поэтому и на этом уровне мы тоже даем свои предложения. В колледже, госорганы, коммунальные предприятия в общей сложности за год мониторинга выявлено 97 нарушений. К примеру, в спецсоне сотрудники РЭО не очереди выдавали зеркальные госномера на автотранспортные средства. По факту выписаны рекомендации, на основе которых 4 сотрудника отдела привлечены к дисциплинарной ответственности. Коррупционные риски члены мониторинговой группы углядели и в работе городской жилищной инспекции ветеринарных служб, коммунальщиков и энергетиков. Глава государства в своем послании подчеркнул, что в условиях 4 промышленной революции борьба с коррупцией станет одной из приоритетных задач. Постоянный мониторинг позволяет нам вовремя выявлять причины и условия, способствующие коррупции, и минимизировать риски. В этом плане положительный эффект дает и цифроверизация процессов в госорганах, включая взаимодействие с населением и бизнесом. Сейчас ведется мониторинг деятельности КУИС и учреждений здравоохранения. До конца года коррупционные риски выявят в районных отделах образования и местной полицейской службе. Алибек Башуленов, Альхайдар Турлыханов, Руслан Айтмамбетов. Итоги дня. Казалардинская область. Курмагаза Сагрбаева Эту реликвию наш музей передала семья известного композитора Хадшрах Медьярова, где оно хранилось многие десятилетия. Такими были новости дня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова